всем привет друзья доброе утро на календаре 27 марта время около 11 часов утра или дня мы собрались запаковались вот уезжаем сейчас издаваться едем в сторону хашимина на юг но будем еще это делить потому что будем заезжать в джунгли в национальный парк увидимся уже дальше в пути я всегда уходил чтоб не вернулся я всегда уходил став навсегда иногда так хотелось аглироссу иногда это только иногда Дороги мои, дороги Выносили ноги, помогали боги Дороги мои, дороги Выносили ноги, помогали боги ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, друзья, едем в национальный парк, по дороге остановились, тут торгуют дурианами. Если хотите дуриан, то выгоднее всего это где-то в пути между населенными пунктами, между городами покупать, то цена будет выгоднее. Но тоже они в наглую требуют, в две цены могут попросить, в три. В наглую мы несколько мест вот таких вот торговцев, они просят по 100 тысяч за килограмм. Мы говорим, нет, спасибо, едем. Вот тут по 60. Нормально. Еще нам его почистили. Сейчас будем жрать. Сейчас вот будем жрать дурианчик. Ну что, поели мы дурианчика съели. Двух с половиной килограммовый дуриан был по... чуть меньше, чем за 3 доллара килограмм. В общем, за 7 долларов целый дуриан. Но он очень дорогой фрукт. Почему он дорогой? Не потому, что там 3 доллара за килограмм, а потому, что в нем самом фрукте мало съестного. Вообще, нам принесли две огромные доли и все. Мы не посмотрели, как его делят и еще думаем, они что, спиздили пол дуриана или нет. Но вообще, самое главное, друзья, что я вам могу сказать. Дуриан естся только одним, единственным образом. Он разрезается и тут же естся. Такое, что продается уже чищенные доли дуриана, это едят только тупые туристы. Ни один местный этого есть никогда не будет, потому что дуриан начинает тогда вонять и все. А иначе, если он свежий, у него только один вкус. Это вот, как говорится, вкус карамели. Никакой вони, ничего такого нет. Так что, ну, помните, если сталкиваетесь с дурианом, его едят только разрезал, съел. Ну, разрезал, можешь довезти до дома там, чтобы он час постоял, может быть, еще в холодильнике. Все, это максимум. Но там, где они стоят, чищенные, на солнце, этой пищевой пленкой завернутые, это все мимо. Никто местный никогда этого жрать не будет. Все, друзья, мы поедем дальше. Я всегда уходил, чтоб не вернуться. Я всегда уходил, чтоб навсегда. Иногда так хотелось оглянуться. Иногда это только иногда. Дороги мои, дороги. Выносили ноги, помогали боги. Дороги мои, дороги. Выносили ноги, помогали боги. Иногда я ходил в никуда. Никогда не ходил по прямой А в пути мне светила звезда Выручал же всегда ангел мой Дороги мои, дороги Вымосили ноги, помогали боги Дороги мои, дороги Ну что, друзья, вот мы и добрались Поздный вечер уже, поздний Сейчас приехали Котен Национальный парк Вот мы приехали сейчас Еще только развязали сумки Уже на улице темно Вот такая вот наша будочка Москитная сетка Ну тут все под такую хижину сделано Не отделанный кирпич, ничего Распаковываем сумки Раковина прямо тут в комнате Ну и тут вот Хорошок Душ Тут, конечно, нету перегородки Даже все такое Ну чисто под джунгли Такой закос Ну и мы прямо в саду В огороде Мотоцикл подогнали Прямо сюда к нам Все, сейчас пойдем Что-нибудь покушаем Доброе утро, друзья Ну вот, новый день Мы в национальном парке В джунглях Парк называется Котен Ну что, проснулись сегодня с утра Единственное, что вчера не оценили То, что Тут вот такая Место само по себе Очень красивое Ну прямо рядом идет стройка И они начинают шуметь Месить этот Раствор Мешалка работает Стучать, колотить С самого раннего утра Вот это, конечно Ну Никто не написал в ревюшках Что тут такое происходит А так место очень-очень красивое Вот такой вот бунгальчик В котором мы живем Мотоцикл стоит прямо рядом Там следующий Пойдем Сейчас на завтрак Вроде как написано Что завтрак входит в цену Но это неизвестно Пойдем глянем Дадут нам завтрак или нет Если что Хотя бы попросим кипяток Чтобы сварить кофе Ну вот тут рядом Там лес Там гамаков Куча Можешь поваляться в гамаках Так что вот такая вот ситуация Вообще Ну народу мало И Можно себя вести Как хочешь Вот пришли на переправу Вот он Официально Национальный парк Река Это граница Дальше вот Ты покупаешь билет На переправу И переправляешься туда Это уже считается Официально Национальный парк Катиэн Ну вот Пойдем глянем Что там есть Вот Причалила лодка Вот Пойдем Посмотрим В тот край Лоу Пойдем Переправимся Вот билеты Спасибо Ну что, вот причалили, высаживаемся. Вон. Сказали, что тут полно змей, так и по 10 дней назад одного из гостей этого кемпинга укусило, ну в кроссовок. А так, говорят, если укусит много, то через 5 минут умрешь. Ну я не знаю, правда это или нет, но я пока что не одну змею. Не вижу. Говорят, палку обязательно возьмите, чтобы отшвырнуть эту змею. Я очень люблю джунгли. Я очень люблю джунгли. Жень, я очень люблю джунгли. Уживаю джунгли. Какое, что мне нравится? Продолжение следует. Продолжение следует... Вот мы сейчас пришли, друзья, посмотреть на реабилитационный центр для медведя, которые пострадали от нелегальной охоты, от фермеров, которые выращивают нелегально, я так понял, для того, чтобы поиметь шкуру или какие-то кости для медицины народной. В общем, пострадавшие животные от браконьеров. Гид очень плохо говорит по-английски, его спрашиваешь одно, он отвечает другое. Но тем не менее, вот мы сейчас глянем на этих животных. Он говорит, здесь 39 штук. Вот такие вот медведи. Два сорта медведей. Одни, которые весят до 200 килограмм. Вот эти вот. Еще вторые, которые до 80 килограмм весят. Оба вида этих медведей живут во Вьетнаме, в джунглях. Вот такие вот медведи. Достигают 200 килограмм. Этих отпускают на свободу, как они восстановятся полностью. Вот тут еще гиббоновые обезьяны обитают. Нам сказали, что они живут здесь в клетке. Ну, как на реабилитации. Тут одна семья, одна стайка, 4 штуки. И самки более желтые, а самцы более темные. И к ним вон приходят со свободы гиббоны. Видите, там сидит один снаружи клетки. Тут вот вторая семья. Более черные это самцы, а желтенькие это самки. Главное различие между гиббоновой обезьяной и просто обезьяной, что у гиббонов нету хвоста, а у обезьяны есть длинный хвост. Здесь уже обезьяны. Тоже два разных сорта. Эти медведи, друзья, нелегально содержатся браконьерными такими фермерами на нелегальных фермах, для того, чтобы изымать у них желчь. Они отсасывают специальными аппаратами у медведя желчь. Там были фотографии наверху. Для медведя это, во-первых, болезненно, а во-вторых, медведей они заражают, потому что в нестерильных условиях это все делается. Вот с этим они борются. Вон здесь даже есть бассейнчик посреди джунглей. Вокруг такие кемпинговые домики. Но он заброшен. Никто его не чистит. Хей-хей. Мы в Катьене все еще. День второй. Сегодня наш хозяин отеля предложил нам на лодке прокатиться. Как раз так же после обеда, чтобы встретить закат и посетить еще какую-то деревню этническую малых народностей. Ну, пойдем посмотрим. Вот она река. Он пошел за лодкой, побрел. Сейчас должен прикатить лодку сюда. Вот он пригнал лодочку. Сейчас будем залазить. Тут такая река здоровая, но почему-то... Почему-то никто тут не купается. У нас и купальня нет. В эту сетихе. Грузимся на лодочку. И поплывем. Ну что, плывем по джунглям. Выхаем по джунглям. Покурсы. Покурс. 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 вот причалили сейчас пойдем на деревню посмотрим какую-нибудь этническую зайдем в гости к людям здесь туалет и ванная сейчас посмотрим это ванная чтобы помыться ковшиком здесь туалет раз посмотрим туалет вот туалет срешься и что достигает воду вот так вот живут люди он полно стеклянных яблочков этих водяных кушаем если их подержать в холодильнике они вообще холодные сочный сочный очень вкусный в жару вот такой вот дом люди живут здесь как вы видели по туалету и по ванной то небогатая очевидно семья вон одна комната и все спят на полу они там дальше еще есть комната вот наш гид говорит что четыре сына семьи вот один женился и построил себе дом отдельно у них родился ребенок занимается он рыболовством каждый день вот такой вот сорт кокосов нам сорвали по кокосу видите он желтоватый и небольшой оказывается этим такие вот низкие деревья другой сорт и более дорогие более большой спрос на них больших городах вот они выращивают тут на продажу мы все время думал я думал что это более старые более зрелые кокосы оказывается это другой сорт потому что те зеленые большие они не такие сладкие водянистые и очень высокие деревья а это вот такие вот пальмы невысокие высокие такие вот деревенька и так вот живут люди в реальном в реальном положении но это конечно особые этнические малые народы деревни далекие джунглевые но вы видели сами как они живут какие у них дома он тетушка хозяйка рассказывает что по ночам приходят слоны из джунглей съедают фрукты так что эти люди конфликтуют животными тут со слонами друг друга гоняют вот у них уже рассада кокосовых пальмиков подготовлены вы пророщены из орехов вот родительский дом бамбуковый вот такая вот постель еще одна спальня кухня кухня он из речки рыба речная рыба с томатами колодец вся вода из колодца для готовки для мытья вот так люди моются они пьют эту воду и моются в этой воде наполняют тут эти бочки греются на солнце вот такой вот колодец ну я бы не рискнул из него пить хотя у нас и прививки от тифы от всего чего в каждом доме есть алтарик вот 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 электричество большой пруд но весь пересохший скоро начнется сезон дождей тогда уже воды прибавится он говорит на своих дом не только потому что змей залазит но еще и от слонов и животных спасаться вот тут везде выращивают орех и кэш и вот она орешек внизу такой вот фруктик вьетнамцы говорят что они едят и этот фруктик но вообще нигде мире никто его не покупает не ест а вот орех да вьетнамцы едят этот фруктик вот к еще одной семье зашли в двор тут хлеб для коровы вот она корова тенечки кушает травку это хлеб для коровы там дальше уже людской дом это сорт коров которые держатся только для мяса никакого молока от них никто не получает только чтобы воспроизводить себя и для мяса курятник курятник тут курицы ночуют вот зашли во двор щеночки щеночки котята маленькие коты худые такие как из-за свенцы на из лагеря щеночки прикольный все все вот все все Вообще, друзья, вот эта деревня, по которой мы сейчас гуляемся, это как бы, ну, как говорится, деревня этнической малой народности, тут вроде в основном две народности живет, она создана как бы искусственно, это искусственная резервация, чтобы дикие племена вытащить из джунглей, потому что они там всякими плохими вещами занимаются, браконьерничают там, едят сырое мясо, убивают слонов, обезьян, и вот правительство выделило деньги, чтобы им построить тут деревню, и чтобы вытащить их из джунглей. Так что эта деревня такая искусственная здесь вещь создана для них. Но, как наш гид говорит, более старшие поколения все равно остались жить в джунгле. Заходим в еще один двор. Более того, наш гид говорит, что с этими людьми он с трудом объясняется, потому что они не говорят по-вьетнамски. Они говорят на своем наречии, ма. Кто51, я делалON了, но есть надежки. И сша заходимут в день. Сотлетов в день. У него не tul 63 са. oungeね Pedухи в день. えて лимфи echолка уже делаем ма. semb�� subsы, ты собственно продь. Хорошая еда, говорит, когда ты в джунглях, то можно есть. Это невозможно вырастить, но растет только в джунглях. Горькая хрень. Взбекает глины, который вырастет в саду. Молодец. Скажу вам честно, друзья, может в джунглях, чтобы не умереть с голоду, такое съесть и можно, но на вкус горькая, горькая, как картошка, горькая. Вьетнамцы вообще любят горькую, у них очень распространена горькая дыня. Много вкусного света. Много вкусного света чем у них? Много вкусного света. Субтитры делал DimaTorzok